друзья всем привет с вами андрей теперь в общем так получилось что не знал не гадала попал на обзор так сказать не дохода вы приехали до на фото но я вашу лицу не буду это снимать да 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 чтоб не было компромата в общем приехали ребята на фото такие вот аппараты сколько здесь лошадей в общем два снегохода один счет на этой на транспортные упряжки я знаю своим кодом будет съезжать не знаю конечно как по звуку слышно или нет а здесь вариатор получается это вариаторный да привод вариатор это техника мощная она уже доводится с ручки да ну с ручки техника мощная тайга это российский до тайга 500 вот так вот аппарат а это и я чуть по английскому не за чтобы хорю но это явно не российский техника мощная очень мощная такой аппарат сейчас мы посмотрим их чуть в деле и с этим у этого снегохода нет никаких проблем это такая пушечка машин они все защитой короче типа это если падаешь снегохода он должен глохнуть насколько я знаю по крайней мере у меня не было никогда снегохода поэтому я чисто из видео обзоров других блогеров могу сказать вам что вот этот чикап дергать он глохнет в общем вот такой мощный аппарат и здесь вот ну а так выглядит подкапотка мотоблока тайга 500 вот здесь вот я вот варианта это вот мне так скажи и ешьте сделано тормоза видимо диск он льет интерес мощный коллектор а сколько здесь два цилиндра получается один 20 сколько лошадей развивает ой а никто не знает сколько он лошадей карбюратор принципе устройство обычно а тут получается не могу понять двухтактный давай снимаем и аккуратненько снимаем вот это вот это вот четырехтапный ну пишите в комментарии просто я не разбираюсь в этих техниках и вот такой вот аппарат но про него я уже ничего не могу сказать никто не знает сколько тут лошадей самая проблема про движки движки в общем двухтактный короче масло надо разводить как на пилах такие же движки сейчас меня трубочку такой вот агрегат мощнецкий принципе километров 70 80 они будут кстати оба двухместные сидухи две хорошие такие агрегаты вот такая вот гусеница у него на дтхе железные идут ну сейчас конечно есть резиновые даже на челленджерах есть резиновые гусеницы и вот здесь тоже резиновые столько много колес разных поддерживающих хотя был как они называются правильно а здесь вот такой глушак спрятанный сюда сюда добавить как на 20 литров в общем заводится он как с кикстартера но это дергаешь вот эту штуку также из электро стартера здесь есть освещение ну пара спереди и принципе коробка здесь вот на приключение есть даже задние передачи не знаю на всех снегоходах они есть только на некоторых и здесь такое же устройство тоже кикс этот кикстартер и такой ставьте электро старте кстати бак такое интересное решение поплывок сид здесь вот у нас поплывок и вот он показывает интересная тема и правда ли редко такое встречу детей кстати спинка на этом снегоходе спинку на том тоже есть на обоих снегоходах есть спинки спинометр кстати до 200 не знаю правда сколько он есть максималку и здесь у него тормоза тут мощные должны быть так понимаю это сцепление она работает как сцепление как тормоз где сцепление это тормоз это тормоза тормоза осцепление здесь нету какой цепи здесь вариатор а в ряд да то есть я как же коробку включать эти вот коробку включаешь и просто просто у меня тоже вариатор на машине но там надо и там другой вариатор педальку надо выжимать тормоз а это тормоз так вода диску ну как диск мощнецкий оборвал а вот это что за флажок газ газульки тут нет газульки на запрос ручки вот газ ну понятно техника ходовая оказывается я ошибся это тормоз а это он очень интересное решение все уже давно мучки нету забыл как на мультики то все по моему ну да на мультики то идет сцепление поэтому я так на воду у нас под правой рукой принципе я никогда с такой техники не сталкивался поэтому могу и ошибаться мне простительно вот так уже на них нормально гоняйте ну и такие вот пушки пушечные снегоходики я уже не не первый раз это говорю но прям реально порадовали меня такой получился небольшой обзор как лайф обзор ну как я в этом ничего не понимаю техникой есть техника самое интересное в охоте это погрузка этих агрегатов всех да 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 особенно когда он уже не со а так как он своим ходом заезжает до такой это агрегатик поломался в процессе охоты железная штука а там да 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 там надо приподнять двухсторонно он пойдет там он как в руки какие-то вот заходит а закрывается на не получается лебедка щелкает держать она прицеп укатывается еще и сегодня представь себе никто меня не нальет тебе ближе опускаем профессиональный навык кручения у нас такие же подъемники на всей технике на гримовском комбайне подгоняется все четко то есть уже такой донкрат винтовой стоит с завода вот стал как улетой сейчас я чуть подсвечу телефону а то видно не очень хорошо надо к этой камере еще бы еще бы надо подсветочку вот так вообще с подсветкой хорошо видно вот так он становится на прицеп и здесь их ехало два штук а как они два становятся нормально сюда ну места тут вообще остается очень мало мастерство а мастерство ну прям рядышком да в принципе если придвинуть еще можно чуть-чуть и два таких агрегата едут смело вот так вот он тайга в общем процессе охота он поломался а точнее у него потек бак бенц ну и что-то не стал заводиться и вот притащили его за вот этот снегоход вот вот этот как бы это более крутой чем тот ну типа прет он нормально вот на этом я сегодня прокатился прям пушечный такой друзья вам спасибо за просмотр если будут такие видосы заходить может в дальнейшем отправимся куда-нибудь еще кстати я успел катануться на этом снегоходе ну правда не заснял этот момент единственное только не за рулем а на пассажирском так как у меня нет прав ну может быть когда-нибудь я отучусь и мы купим такой снегоход и будем наваливать по нашей местности всем спасибо за просмотр всем удачи и пока